Здравствуйте, меня зовут Анна Галёта, вы смотрите программу «Лукавые новости», где мы обозреваем пропаганду. Не забудьте поставить лайк этому видео и оставить под ним комментарий, чтобы о манипуляциях и фейках пропаганды узнало как можно больше людей. На них в полной амуниции с дубинками светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Они в ответ силовиков закидывают снежками и кричат лозунги в защиту экоактивистов Аиля Алсынова и против нынешней власти Башкортостана. Так выглядел протест в городе Баймак. Российская пропаганда поспешила связать его с зарубежными спецслужбами. В Башкирии сегодня прошла очередная репетиция этно-майдана. Местные националистические активисты использовали в качестве повода суд над пантюркистом и сепаратистом Фаилем Алсыновым. Последнего приговорили к четырем годам тюрьмы, после чего у здания суда начались столкновения с силовиками. Националисты пытались забрасывать их камнями. Как и в случае с Дагестаном, все это дело координировалось через сетку цепцошных каналов, администрируемых и за рубежом. Также протест поддержали курируемый Киевом крымско-татарский активист Рифат Чубаров и ряд иноагентов. Ну а следующие два факта, по мнению российской пропаганды, должны напрочь убить любые сомнения у россиян, что протесты в Башкортостане координируются из-за рубежа. О ужас! На митинг люди принесли с собой выпечку и молоко. Башкирия. На протестах там уже раздают выпечку. Еще не печеньки от Нуланд. Но направление выбрано четко в соответствии с методическими указаниями. И тут внимание! Женщина достает пакет молока и начинает промывать глаза попавшему под газ участнику акции. Как часто вы носите с собой пакет молока? Каковы шансы, что он у вас окажется в кармане на акции протеста? До ближайшего магазина около 10 минут, только в одну сторону. Но видно, что парню попало вещество буквально только что. В любой инструкции по Майдану есть данные про молоко на случай слезоточивого газа от силовиков. А еще там кто-то принес пирожки. Само собой, такое никогда не происходит. Извините, но с такими темпами можно будет любую бабушку из российского села обвинить в экстремизме. А если серьезно, да, люди, которые в России или Беларуси выходят на митинги, прекрасно знают, что лучше при себе иметь пакет молока. Не потому, что они готовятся крушить и ломать все вокруг, а потому, что прекрасно знают, каким бы мирным не был их протест, силовики против них не побрезгуют применить слезоточивый газ и прочие прелести, которые имеют в своем арсенале. Ровно так и произошло в Баймаке. Так что те, кто взял молоко с собой, сделали это не зря. Эко-активиста Фаиля Алсынова из-за приговора, которому и вспыхнул протест, а также его сторонников, глава Башкортостана вообще назвал предателями. Можно одевать на себя такую маску, такого доброго эко-активиста, патриота. На самом деле ситуация совсем не такая. Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути являясь предателями, оттуда призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. А вот Сергей Корнаухов попытался разобраться в ситуации и копнул глубже, к самым корням конфликта. С чего все началось? Как известно, различные социальные проблемы привлекают к себе радикальные движения. Так, в Башкирии националисты быстро влились в экологическую повестку и стали превращать ее в протестное движение. В республике появилась организация Башкорт, но надо отдать должное Хабирову. Он достаточно быстро смог отделить людей, по-настоящему болеющих за экологию родного края, от провокаторов. Еще в 2019 году он сформулировал главную мысль. С теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. К этим людям я буду просто беспощаден. В результате его слова ни разу не разошлись с делом. Уже в 2020 году БО «Башкорт» была признана экстремистской, а ее лидеры разбежались. Кто-то временно залег на дно, а кто-то пустился в бега за границу. Вот только разобрался Корнаухов в ситуации не до конца. Причиной конфликта между главой региона Хабировым и организацией «Башкорт», которую возглавлял раньше Алсынов, был никакой не шовинизм и не расизм. Летом 2020 года Алсынов был одним из лидеров протестов на Шихане Куштау, в ходе которых активисты помешали разрушить живописную гору, которую хотела разработать башкирская содовая компания. Люди опасались, что Куштау постигнет участь другого шахана – Шахтау, который за годы разработки сравняли с землей. Оба шахана башкирские язычники считают священными. Также Алсынов регулярно подвергал критике действия региональных властей, в том числе главы республики Радия Хабирова, из-за чего активиста не раз навещали силовики. Да и сам Алсынов полагает, что его дело инспирировано именно администрацией Башкортостана. Эко-активист указывает на то, что в материалах дела содержали жалобы на него за подписью того самого главы республики Радия Хабирова. Удивительно, но коррупционную составляющую этого конфликта не заметил даже депутат Госдумы и член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Динар Гельмут Динов. Как член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции могу с уверенностью сказать, что подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные телеграм-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача – раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время. Эти акции направлены и против главы республики Радия Хабирова. Как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды нашего президента, активно участвующего в реализации задач специальной военной операции в Украине. Коррупционную часть этой истории российские чиновники и пропагандисты не замечают в упор. Вместо этого в словах Алсынова они ищут шовинизм, расизм и призывы к сепаратизму. Как и Маргарита Симоньян. Он на чем поднялся, как они все делают по всем методичкам? На зеленой теме. Мы защищаем там какие-то луга, поля, горы, сопки, холмы, защищаем, защищаем. А потом мягко мы переходим к тому, что… Я почитала его тексты волосы дыбом. Ну ладно, еще черные чурки должны отправляться к себе домой, пишет этот человек из Башкирии. Он еще пишет, а русские отправятся к себе в Рязань, а это наша земля тут. А русские в Рязань к себе. У русских земля только там, только Рязань. Все. Понимаете? Годами он это пропагандировал. Годами. Только что его арестовали и посадили. Ну, во-первых, не пишет, а говорит. Речь Маргарита Симоньян ведет о выступлении Фаиля Алсынова на одном из сельских сходов в Башкортостане. И во-вторых, Алсынов не говорил, черные чурки должны отправляться к себе домой. Он выступал на башкирском и употребил словосочетание «кара халык». В переводе на русский это черный люд, чернорабочие, гастарбайтеры или даже просто работяги. Согласитесь, уже звучит не так оскорбительно, как в переводе от Маргариты Симоньян. Не черные чурки. А произнес Алсынов все это, обвиняя русских в притеснении башкир. Вымираем ведь на своих землях. Наш народ веками притесняли. Салават Юлаев, Арагатхал, Алдар Исикеев, Батыр из Баймака. Вывели и за ребра подвесили. Под пытками умирал. Потом перед людьми Салават Юлаева били плетьми. За что? Он выступил против строительства заводов на своих землях. В свое время его называли экстремистом, бандитом. В наши дни и нас делают экстремистами. Сегодня для нынешней власти мы бандиты. За что? Защищаем свой народ, свой язык. Мы бандиты. Нам сейчас запрещено проводить мероприятия. Закроют. Берут и закрывают. Берут и штрафуют. А какие-то посторонние люди забирают. Забирают наши земли. Это наш дом. Мы не можем переехать. Армяне могут вернуться на свою родину. Работяги могут вернуться домой. Русские могут переехать в Рязань, в Татары, в Казань. Мы не можем переехать. На стороне у нас нет дома. Наш дом только здесь. Мы не можем бросить юку и шмырзу. И там, если такой вопрос возникнет, нам некуда отступать. И, судя по всему, эти слова нашли свой отклик в сердцах башкир. Не просто так поддержать Алсынова. К зданию суда в день оглашения приговора в городе Баймак пришли 10 тысяч человек. Население всего города при этом 17 тысяч. Но власти республики и пропаганда все равно пытаются выставить все так, якобы Алсынова в Башкортостане никто не поддерживает. Жители республики якобы на стороне властей. Глава Башкортостана Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в одном из районов республики. На фоне всех последних событий в регионе показательно то, что местные жители выразили полную поддержку руководству республики. Это всех нас касается. Вы сами сказали, мы в трудное время живем, но какие-то силы хотят расширить наш дружный коллектив. Народности, всем народной национальности работают. И мы как единый кулак, единый коллектив. И поэтому, когда кучка каких-то экстремистов выступает, надо за родуши их кончать. И мы вас полностью поддерживаем в этом вопросе. И надеемся, и не надеемся, а скажем, что у нас таких явлений вообще не будет. Вот только сотрудник открытых медиа и бывший член команды Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов в местных жителях из Башкортостана узнал не башкир, а татар. И в комментарии в программе «Вот так» дал исчерпывающий комментарий. Это, конечно, идиотизм просто в Кубе. Потому что Дюртюли, там, где сейчас он разговаривает с людьми, это вообще район татарский. Он так вот принято считать, что там живут в основном этнические татары. Это, в зрении, достаточно условное, башкири на башкиры татар. Но для многих оно значимое. И вот он собрал фейковых татарских общественников для того, чтобы они осудили настоящих башкирских общественников, которые составом нескольких тысяч человек пытались защитить одного из своих товарищей от ментовского произвола. Это, вы знаете, Хабиров лично сейчас вот своими руками стравливает, сталкивает лбами два крупнейших администратореспублики. Как он до такого мог додуматься? Кто ему это подсказал, я не знаю. Но, в общем-то, тяжелое ощущение, знаете, что там все они как-то работают, если не приходя в сознание, похоже. Еще один скандал на этнической почве на неделе разгорелся между Казахстаном и заместителем гендиректора «Газпром-медиа» Тиной Канделаки. Бывшая ведущая программы «Самый умный» сначала возмутилась тем, что в Казахстане, о ужас, названия железнодорожных станций хотят поменять с русских на казахские. В ответ на Канделаки палился хейт от казахстанцев. И ничего умнее, чем назвать их манкуртами, она не придумала. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие – мангу. От него происходит известный образ манкурта – человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях, и в том числе в исторических названиях. Занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего, для тех, кто живет на Земле, а не витает в космосе. Ответил ей представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Теперь въезд в Казахстан в Канделаки запрещен. Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет. Впрочем, такой ответ Канделаки не устроил, и она решила продолжить эту переписку. Уважаемый Айбек Серикбаевич, прочитала ваше короткое определение в свой адрес. Хочу продолжить наше общение, и, конечно же, приглашаю вас в Россию. Уверена, что наши народы и родины многое объединяют. Сейчас об этом подробнее. Начать бы, конечно, стоило с сердца моей родины, Москвы, с чистопрудного бульвара, где стоит памятник Абаю Кунанбаеву. Вам, как и всем казахам, он известен как просто Абай. А теперь стоп. Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси, в Грузии. Но сейчас почему-то сердцем своей родины называют Москву. Слово «манкурт» получило широкое распространение после публикации романа Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». Это образ человека без родины и без памяти. Тина, то есть вы и есть самая настоящая «манкурт», а не казахстанцы, которые, наоборот, прилагают все усилия для того, чтобы вернуть в страну свой национальный язык и вытеснить колониальный русский. У нас на этом все. Не забывайте ставить свои лайки и писать комментарии, делиться ссылками на это видео со своими близкими, друзьями и знакомыми, если для вас это безопасно. Меня зовут Анна Галета. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!